В этом видео рассмотрим некоторую часть изменений и нововведений, которые нас ждут в следующем патче 3.17.2. Сообщение о цик и слива от авокатов. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобней и мы начинаем. В последнее время поднялась шумиха по поводу старого вандульского корабля под названием Испирия Блейд. Разработчики написали в Спектруме, что Блейд получил пару обновлений, которые сейчас тестируются эвакатами. Они написали, что Блейд был перенастроен, чтобы стать ближе к Гладиусу. Теперь Блейд немного будет опережать его по показателям производительности, около 1G. Блейд теперь будет лучше разгоняться вперед, чем Гладиус, но Гладиус, в свою очередь, будет быстрее стрейфить вбок. Плазменные пушки теперь будут настроены на скорость 1400 метров в секунду. Это будет компенсироваться более высокими расходами конденсатора. И таким образом Блейд будет наносить такое же количество урона, что и Гладиус. Также плазменные пушки Блейда переведены на полный энергетический урон. Раньше было деление между энергией и искажением, но это изменение фактически сделало эти пушки слабее. Также была внесена пара небольших корректировок в здоровье корабля. И его некоторые части, например, такие как крылья. В данный момент разработчики сделали так, чтобы их нельзя было отстрелить. Это нужно было сделать для того, чтобы избежать ситуаций, когда игроки отстреливают себе крылья и получают очень большое боковое ускорение в плюс 50G. Обычно, когда вы стреляете по частям корабля, например, таким как двигатели, они начинают летать хуже. Кроме того, большая часть массы корабля обычно сосредоточена в центральной его части. Крылья зачастую маленькие и несут в себе лишь небольшую часть массы корабля. На Исперии Блейде же всё немного по-другому. На нём как раз большая часть массы корабля приходится на его крылья, но они также и не несут важных компонентов, поэтому вы можете просто их отстрелить и таким образом сделать корабль намного легче. Из-за уменьшения тяжести корабля, двигателям теперь нужно меньше работать, что создаёт безумное ускорение корабля. У разработчиков были похожие проблемы и с несколькими другими кораблями, но Блейд был самым худшим в этом отношении, поэтому его пришлось немного изменить вот таким образом. В следующем патче 3.17.2 мы увидим разбросанные по поверхностям планет обломки заброшенных реклеймеров, а также лагеря, построенные вокруг этих обломков. На данный момент мы можем встретить в игре лишь только заброшенные Катерпиллеры. В скором времени появятся в игре и другие заброшки кораблей, например, такие как Меркури Старранер. Это видео по исследованию заброшенного реклеймера, слив от авокатов в патче 3.17.2. Этот разбитый реклеймер находится на планете Майкротек. По лору он разбился около 20 лет назад и, следовательно, был в значительной степени переработан и в какой-то степени обжит людьми. Около него был разбит лагерь. В этом реклеймере можно будет найти очень много лута, но забрать этот лут вам будут мешать местные жители. Это боты-пираты, которые перемещаются в данной области при помощи новой планетарной навигации, добавленной также в патч 3.17.2. Также в этих районах будут даваться и новые миссии. Например, как в этом видео, мы видим, что есть задание по нейтрализации пиратов. Предлагаю вам досмотреть это видео от авокатов, правда в нем не было звука и не будет слышно звуков выстрелов и так далее, но все равно интересно посмотреть, чтобы узнать, что нас ожидает. Всем приятного просмотра, а я пока помолчу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»